Друзья, всем привет! С вами я, Эдскрайбер. И сегодня у нас очередной топчик. Да, топ от 200 до 250 долларов. Очень популярный топ. И хочу сразу сказать, что он будет состоять из двух частей. Это часть номер один. Если вы смотрите это видео постфактум, то есть второй ролик уже вышел, то он будет в конце в описании, в конечной заставке, и ссылочка выйдет сверху. Также этот ролик будет в описании под этим видео. Категория очень интересная, очень много телефонов, достойных в этой категории. И поэтому в две части, потому что в одну часть уложиться, ну, вообще просто-напросто нереально. А чтобы сравнить цены, мы вот забиваем сюда цены, да, необходимые нам. Наша категория приблизительно от 13500 до 17000 рублей. Ну, приблизительно. Мы убираем нужный телефон нам, допустим, чтобы сравнить цены Apple, Meizu, Xiaomi, Asus, Huawei и так далее. Здесь есть очень классная настройка с челки и без челки. Да, то есть, вот помните, предыдущий топ, как раз можно было здесь его подобрать и спокойно, как бы, пользуясь вот этой фичей. Здесь, кстати, есть чистый Android. Вот ставите галочку, кто вот фанат чистого Android. Пожалуйста, вот, как бы, есть основная фича. То есть, очень удобный поиск. Здесь мы ставим 32 гигабайта, 64 и 128. Именно такая минимальная, можно сказать, категория нас интересует. А также здесь есть, смотрите, 2SIM плюс microSD. То есть, мы можем поставить галочку и, пожалуйста. И вот моя любимая категория. Здесь, смотрите, есть USB-C, мини-джек, пожалуйста. Wi-Fi на 5 Гц тоже можно ставить галочку. Bluetooth 5.0 и NFC там и так далее. То есть, очень классная фишка. И в этом плане очень удобно отсеивать ненужные телефоны. А вот, ну, как бы, нужно и нам, как бы, оставлять. А ссылочки на этот ресурс находятся в описании. iPhone 6s чем еще интереснее? Это iOS. Система, как бы, альтернативная Android. В этом топе сразу скажу, что это будет один телефон на iOS. То есть, это будет один iPhone. Все остальное будет на Android. А почему я включил его в топ? Потому что, во-первых, это классный телефон. Он небольшой. Здесь есть NFC. Здесь есть хороший процессор, который тянет все современные игры, все программы без проблем и так далее. Есть современные нужные обновления. И все-таки это iOS. Это одна из самых лучших камер в плане стабилизации видео, в плане фотосъемки. За эти деньги, если вы купите, если вам повезет с восстановленным телефоном, и он будет классный и отличный, то это будет супер. Покупая на Алиэкспрессе, помните, что все-таки это рандом. То есть, повезет, не повезет. Следующий телефон, это OAP Smart 2019 года. Хороший телефон. Действительно, очень красивый телефон. Давайте пробежимся по характеристикам. Здесь 6,21 дюйма экран, Full HD+, разрешение, 415 ppi. И это IPS-матрица. Здесь Kirin 710. Я уже, друзья, говорил, если вы смотрели обзор Honor 8X, то Kirin 710 мне уже почти что начинает нравиться. Если не учитывая, что здесь Mali-G51, если вы сюда видеоускоритель воткнули, еще крутой, да, или видеочип, то это вообще было бы просто космически. Но на самом деле, Kirin 710 не такой стыдный, как мне казалось вообще изначально. Итак, здесь версия на 364, в Antutu приблизительно 138 он выбивает. Wi-Fi есть на 5 Гц, то есть, можете делать без проблем раздачу Bluetooth 4.2. Вот NFC, наверное, это одно из самых больших преимуществ этого телефона, потому что за эту цену вы можете сейчас пойти буквально в любой магазин, если вы в России, даже в Украине и так далее, и приобрести телефон в районе 200-220 долларов и так далее. То есть, можно купить этот телефон без проблем. То есть, у вас будет NFC, у вас будет нестыдный процессор, у вас даже будут гарантии и все остальные плюшки. То есть, в этом, наверное, самое большое преимущество Huawei P Smart. Ну и смотрится он очень красиво. Один из минусов здесь microUSB. Да, вот как бы здесь еще не доработали немножечко. Миниджек, есть это отлично. Батарея на 3400 мАч, тоже великолепно. Камера на 13 Мп, основная и фронталочка на 8 Мп. В общем, о преимуществах этого телефона я сказал. Самое главное, вот, наверное, это NFC. И заслуженное четвертое место Huawei P Smart 2019 года. Следующий телефон это Mi 8 Lite Xiaomi. Да, всем нам очень хорошо известны. Многие являются обладателями этого телефона. Здесь экран 626 дюймов, Full HD плюс разрешение 403 ppi. И это IPS матрица. Здесь 660 снаб. Очень хороший снаб, как уже показывает время. Действительно, он когда-то был предфлагманским и неплохо зажигал. Сейчас есть 710-й, но 660-й до сих пор остается актуальным. И будет актуально еще в районе, наверное, лет 4-х. Если вы сильно-сильно не заморачиваетесь, то действительно это будет отличная покупка. Видеоускоритель Adreno 512. В Antutu приблизительно около 144 тысяч баллов. Версия на 4.64. Память типа LPDDR4X. Это память оперативная. Здесь тоже Wi-Fi на 5 Гц. То есть отличная раздача. Здесь уже Bluetooth 5.0. И, друзья, USB Type-C. Вот как бы за что ценим? Вот за это ценим. USB Type-C. Батарея на 3350 мАч. Небольшая, немаленькая. Ну, как бы средняя такая батареечка. Но хотелось бы, конечно, побольше. Основная камера на 12 мегапикселей. Апертура f1.9. И фронталочка здесь замечательная на 24 мегапикселя. То есть фронталка здесь просто зачет, друзья. Наверное, самый большой минус этого телефона это отсутствие миниджека. Вот как бы это проблема. То есть вам либо через переходник, либо по Bluetooth наушникам. Bluetooth, в принципе, здесь 5.0. То есть качество звука будет более-менее, если у вас хорошие, отличные уши. В общем, это самый большой минус этого телефона. Mi 8 Lite, наверное, стал одним из самых первых телефонов в линейке компании Xiaomi. То есть это был как бы официальный закос под Honor. Они хотели таким образом немножечко подвинуть Honor в сторону или Huawei в сторону подвинуть. Молодежный телефон. Вот как его можно больше всего охарактеризовать. С хорошей операционной системой и оболочкой MIUI, которая будет обновляться. Будет обновляться еще достаточно долго. Потому что компания Xiaomi точно сделала акцент на этот телефон. Потому что он очень хорошо зашел и очень хорошо идет. В общем, заслуженное третье место. Mi 8 Lite. А пока мы продолжаем, друзья, подписывайтесь на этот канал. Ставьте лайк этому видео обязательно. Делайте репост максимально этого видео. Пишите любой комментарий, который вам только в голову придумается. Всем хорошего настроения. А мы продолжаем. На втором месте, друзья, Mi Max 3. Это один из самых лучших телефонов, наверное, за свою цену. Есть любители телефонов от больших. Немножечко сейчас об этом поговорим. Сначала в характеристиках. Здесь экран 6,9 дюймов. Просто лопатина. Full HD+, разрешение 445 ppi. Не так много. Но потому что здесь действительно экран большой. Но если честно, друзья, этого достаточно. Этого хватает для этого экрана. Он отлично, хорошо показывает. И не видно каких-то пикселей. То есть вы можете смотреть видео, играть в игры и так далее. Проблем никаких не будет. Это IPS-матрица. Здесь до боли знакомый, до жути знакомый 636 Snapdragon видеочип от Reno 509. Этот процессор чем интересен? Тем, что он не кушает батарейку. Улёт. Этот телефон будет самый долго живущий в этом топе. Это 100%. Версия здесь на 4.64. Сразу много. В Antutu чуть меньше набирает других конкурентов. Около 118 тысяч бэмчмарк. Wi-Fi 5 Гц раздача. Bluetooth 5.0. Есть и порт USB Type-C. Великолепно. И миниджек, друзья. То есть вот видите, от предыдущей версии вот такое отличие. Основная камера на 12 мегапикселей F1.9. И фронталочка на 8 мегапикселей F2.0. Есть, друзья, большая категория людей, которые любят планшет-офоны. Или же в принципе любят планшеты. Но есть вот понимаете такой как бы конфликт. То есть вроде бы планшет брать и телефон брать отдельно и так далее. И вот люди как бы мечутся и думают. В принципе Mi Max 3 это как раз такой телефон. Это и планшет и телефон. Но он как бы на грани планшета, на грани телефона. То есть вот как бы... Но для поглощения контента, допустим, видео какие-то смотреть на YouTube. Играть в игры. Или просто загружать фильмицы и смотреть. Это просто телефон великолепный. Отлично. У него хороший звук. Кстати, это фишка этого телефона. Здесь тоже стереозвук. И это его отличает. Мне кажется, один из самых лучших выборов сегодня больших телефонов. Это именно Mi Max 3, который входит в категорию от 200 до 250 долларов. Великолепное второе место. Asus Zenfone Max Pro M2. Действительно топчик этого года. По характеристикам здесь 6,3 дюйма экран, Full HD+, разрешение 400 pp. Это IPS-матрица. Здесь 660 снаб. Мы уже сегодня о нем говорили. Он хороший. Здесь подрезанные частоты, поэтому он не так сильно кушает батарейку, как допустим на Mi A2. Adreno 512. Версия на 4,64 начинается. Выбивает в Antutu около 143 тысяч баллов. Батарей здесь, друзья, на 5000 мАч. Это вот спасибо Asus. Вот как бы все отлично. Wi-Fi здесь 2,4 Гц. Мне кажется, это самый основной минус этого телефона. Вот как бы все хорошо. Есть один минус. Это Wi-Fi на 2,4 Гц. Если вы не понимаете, что это такое, друзья, вообще просто забудьте об этом и не думайте. В других телефонах, как мы смотрели, там Wi-Fi на 5 Гц и так далее. То есть, если вы делаете раздачу с этого телефона, если вы хотите хороший приемный телефон, то здесь вот есть такой небольшой косяк. На самом деле, я тестил этот телефон. Мне как бы не показалось, что этого как бы мало или недостаточно. То есть, мне было всего достаточно и отлично. Bluetooth 5.0, друзья. И сразу же здесь есть NFC, microUSB, миниджек. Все есть. Основная камера на 12 Мп. Она очень хорошая. F1.8. И фронталка на 13 Мп. F2.0. Друзья, если, в общем, проанализировать топ наш, да, то получается Asus Zenfone Max Pro M2 адекватно. Просто лучший телефон. Большущая батарея. Есть NFC. Большой экран. Хороший процессор. И хорошо адаптированная система, о которой Asus очень хорошо следит. Приходят регулярные обновления. Вот недавно еще одно вышло обновление. И очень хорошо, как бы, все. То есть, видно, что люди работают над этим телефоном, не забросили и так далее. Mi 8 Lite и Mi Max 3 тоже отличный телефон. Mi 8 Lite, вот, нет миниджека. Сразу, как бы, запомните этот момент. Если вам он необходим, то, как бы, он отпадает, по сути. Но там есть USB TPC. Вот, понимаете, здесь вот, что вам, как бы, нужно, да? Если вам нужно абсолютно все и без NFC, тогда это Mi Max 3. Он большой. Там есть миниджек, USB C, в общем, 5 Гц раздача. Хорошая батарейка, хороший процессор. Все, есть NFC-шки нет. Если вам, как бы, критично, чтобы была NFC, тогда это Asus Zenfone Max Pro M2 лучший. Huawei P Smart 2019 года тоже неплох. То есть, мне он тоже нравится. Ну, а iPhone-чик, если вам, как бы, на край, если вы, прям, вот, хотите именно iPhone. Друзья, с вами был я, Эдскрабер.